И снова в эфире Радио Кэт Перед нами виднеется окна почтового отделения Это небольшой ларек светится Здесь гостиница Пущино Там зельнеет логотип Пятерочки Здесь Академ Книга Общежитие, больница Вот на таком маленьком пятачке я буду записывать свое новое видео Потому что на стадионе уж больно много снега И как-то трудно там совершенно ходить Здесь я думаю он тоже скрипит Вам скорее всего это слышно Но будем надеяться, что наша беседа сегодня не помешает Итак, я бы хотела сегодня затронуть тему Связанную с походом в гости, с гостями С тем, что мы тоже ходим в гости Какие здесь бывают нюансы И как бы нам делать так, чтобы смех и радость мы приносим людям Чтобы дарить друг другу радость Чтобы меньше было каких-то вот этих дурацких моментов Нафрягов, обид и всякого такого негативного Я буду рассказывать не конкретный случай А некий обобщенный опыт Из-за своей чужой жизни Из-за самых разных ситуаций Причем, естественно, я была по обе стороны Я и гость где-то, я и принимаю гостей И сразу хочу сказать, что мое поведение далеко не идеально И в разное время я тоже совершала все то, что меня раздражает сейчас В гостях, которые приходят ко мне Не во всех, естественно, только в некоторых И только иногда О каких-то своих недостатках я, наверное, до сих пор не знаю Потому что, наверное, до сих пор их делаю Потому что не знаю В общем, давайте поговорим немного на эту тему Здравствуйте, я ваша тетя И всякое такое Начать хотелось бы с того, что Когда я была маленькая, я обожала ездить в гости Ходить в гости Особенно, конечно, крутой кайф был Это когда родители с обеих сторон разрешают остаться ночевать У какого-нибудь друга или подруги Можно засидеться допоздна И особенно вот эти вот пижамные вечеринки Это самый смак, когда можно поговорить в волю Не оглядываясь на время И самые искровенные тайны Ими поделиться Все очень классно Я до сих пор тоже время от времени выбираюсь в гости Но делаю это реже По очевидным причинам Потому что мы уже стали взрослые У многих из нас есть свои семьи и заботы И поэтому визит в гости Уже не такое частое явление, как раньше В общежитии вообще с этим все очень просто было Потому что многие из нас, ну я в том числе Ну практически жили на распашку То есть дверь просто была в комнату открыта И мог заходить кто-нибудь из знакомых И присоединяться, попить чаю, поговорить И пообедать, и поужинать Иногда это носило даже чисто целевой характер Потому что у себя дома было нечего поужинать В гостях было И в принципе никого мы так не объедали Потому что время от времени Целовались друг у друга Я часто выходила из дома и не закрывала дверь Сейчас об этом даже странно подумать Как так может быть Но правда Это было связано с рядом причин Но просто действительно Я не закрывала дверь и уходила На лекции там или в магазин Вот потому что а что такого Да действительно а что такого С некоторого момента Мне стало гораздо более удобнее Когда гости приходят ко мне Этому тоже есть причина естественно Потому что ну началось это Когда я работала в Москве И в Пущино приезжала У меня здесь оставались съемные квартиры Там были и кошки, и мои вещи Потому что все это в общежитии Невозможно было разместить Да кроме того еще хотелось отдохнуть выходные От общежития в том числе Которые в Москве вовсе не было Таким прекрасным как в Пущино Во всех отношениях Да и возраст уже увеличился тогда И хотелось хотя бы два дня в неделю Три ночи То есть пятница на субботу Суббота на воскресенье В воскресенье понедельник Побыть у себя дома Без посторонних людей Только самыми близкими И друзья входили в положение И имели возможность И конечно тогда чаще они приходили в гости Здесь есть свои приятные нюансы Потому что обычно они звонят и спрашивают А что вкусненького принести с собой Вот они приходят То есть тебе самому И нужно собираться Одеваться Куда-то идти Потом уходить обратно Ты находишься у себя дома И чувствуешь себя в хозяйке положения И тебе потом не нужно домой возвращаться Ну в общем масса плюсов Я кстати И обожаю гостей Я люблю когда приходят гости Конечно у меня есть счастливая возможность Приглашать в гости Только тех Кого я действительно хочу видеть У меня практически никогда Уже очень долгое время Не бывает тех Кого я видеть не хочу Ну вот могу позволить себе такую роскошь Причем По счастью Я это поняла довольно рано Еще где-то в школе По-моему учась Когда вот эти дни рождения Праздновались И все время как-то было принято Что если тебя кто-то пригласил в гости На день рождения Значит Ты должен И обязан Также пригласить этого же человека К себе на день рождения Причем Если у этого человека есть друг То с другом Если подруга То с подругой В общем был такой кодекс правил И У взрослых людей Он тоже Сохраняется отчасти Ну в общем я как-то В какой-то момент Решила что Очень многое в жизни приходится терпеть Это неизбежно Но в свой день рождения Не хочется терпеть ничего И никого И поэтому В какой-то момент Я стала приглашать Только тех Кого я искренне хочу видеть А не того Кого нужно терпеть Ну вот давайте Пусть это будет Первым пунктом Который мы сегодня обсуждаем В связи с темой гостей Как здорово Когда К тебе в гости приходят только те Кого ты хочешь видеть И тогда Когда ты этого хочешь Не сваливается на голову Какой-нибудь неприятный субъект Если у вас-то как-то не так В связи с чем Да с какими-то обстоятельствами Я просто знаю Насколько это портит жизнь И может быть стоит подумать А что сделать такого Чтобы это просто не повторялось Может быть Вы в какой-то момент стесняетесь Отказать человеку И сказать, что извини Дружище Но мне неудобен Твой визит Я Не хочу, чтобы ты приходил Либо сейчас не хочу, чтобы ты приходил Либо я не хочу, чтобы ты Вообще когда-либо ко мне приходил И может быть после Этого жизнь улучшится Начиная с нового года Я заметила, что У меня как-то повысилось Стремление приглашать гостей На разные праздники Вот таким образом прошел Этот день 14 февраля Потом 23 февраля Мне бы хотелось Что-то замутительно 8 марта Это все разные люди приходили То есть мне действительно Хочется Надрайд дом Приготовить что-то вкусное Пригласить интересных людей Поговорить с ними Пообщаться Ну и праздник вроде бы Неплохой повод Новый год Дело в том, что К новому году обычно Очень сильно люди устают И как раз там Заканчивается вся эта Предновогодняя суета на работе Когда люди очень много Напрягаются, чтобы все успеть До праздников Закрыть отчетность и так далее И к самому 31 января К вечеру Уже обычно валится с ног Ну правда действительно Вот я с кем разговаривала Ну реально нет никакого желания Готовиться Готовить из пищи Одеваться, краситься Идти в гости Ждать гостей Вот это все То есть Сам праздник замечательный Но чтобы он прошел Действительно приятно Нужно Быть во всеоружии То есть нужно заранее продумать меню Купить какие-то продукты Что-то заранее приготовить Частично или полностью Подумать во что одеться Ну это целое искусство конечно Такая подготовка И просто Очень часто во взрослой жизни Уже к новому году Именно конкретно Таких сил нету У нас в семье кстати Вот когда были живы еще Бабушки и дедушки У меня на данный момент Уже давно Никого не осталось Из бабушек и дедушек Есть только папа, мама и сестра двоюродная Но в какой-то момент В моем детстве Довольно долгое время Семья была очень полная Было очень много кого Были еще Наестра у мамы Дядя у папы И в праздники Семейные мы собирались Со всеми делами С пирогами Как положено То у одной бабушки То у другой Был стол И в там эпоху дефицита Это тоже было немаловажно Потому что продукты копились Закупались Заранее И я помню Сколько раз такое было Что в холодильнике Лежит сыр или колбаска И это нельзя трогать Потому что это для праздника Потому что придут люди Потому что будут гости Также припрятывались конфетки Какие-то особые Тоже вкусности Бывало, что выпекали торты Или пироги Такие отдельные Или большие Вот особенно любила Пирог с ревенем Это, конечно, настоящее чудо Как жаль, что Сейчас очень сложно Купить этот ревень Я, по крайней мере Практически не вижу Такое на рынке В общем, очень здорово Когда приходят Действительно любимые Действительно долгожданные люди Но любой приход гостей Надо готовить И в этом, собственно Вся и фишка И дальше уже встает вопрос А те люди, которых ты ждешь И тот напряг Который связан С их ожиданием Вот насколько они соотносятся Вот Мы же знаем, что бывают Не просто дружеские посиделки Или встречи родственников С которыми ты на короткой ноге И отношения скорее дружественные Нежели чем Какие-то другие То есть вертикальные Когда ты по неволе отчитываешься Или Этот визит носит Даже характер инспекции То есть когда это Свекровь, теща, мама Очень часто Вот к таким посещениям Надо заранее готовиться Как я в одной статье Прочитала Что бывают Гости разного уровня То есть не в статье А в таком каком-то Ну, откровении в интернете Как девушка рассказывала Что вот Бывает, что гостей Нужно принять по высшей планке То есть Ни в чем не проколоться Закупить самые лучшие продукты И выдравить все Чтобы ни одной пылиночки Разложить Все в шкафах идеально Перемыть все посуду И так далее То есть это действительно Не визит, это инспекция Ну, допустим Мама мужа Если приезжает За семейные Это все так сложно Просто нельзя не отметить Что, к сожалению Очень распространены ситуации Когда усилия По приему гостей Тот нервяк Который связан С их приездом Он намного Прикрывает удовольствие От общения с ними Очень часто Такие гости Их визиты Влекут за собой Последствия То есть Что-то они увидят Не то Услышат не то Начнут Выносить мозги Что-то Бесконечно Советовать Навязывать Потом будут Припоминать То, что они Увидели у вас дома Как здорово Что у меня Таких ситуаций Нет И в этом плане Я довольно счастливый человек Что же делать Тем У кого Такие ситуации Время от времени В жизни Случаются Опять же Подумать Можно ли Каким-то образом Избежать И насколько Соотносится Удовольствие От их отсутствия И негативный эффект От того Что нужно будет Преодолевать Чей-то гнев И Может быть Нарушать Какие-то традиции Сложно сказать Я не могу Так же утверждать Что И мне Все это далось Абсолютно Без каких-то Трудностей Но тем не менее Оно пока что Так есть И это здорово О своем визите В гости Желательно Предупреждать Желательно Предупреждать Заранее И Быть готовым К отказу Потому что У тех Кому вы собираетесь Могут быть Свои планы И свои причины Не хотеть Видеть вас В принципе Или в это конкретное время Или при таких обстоятельствах Не нужно обижаться Мы все взрослые люди И уже В принципе Отходят в прошлое Та ситуация Когда В любой момент А мы это можем часто видеть В кинофильмах Да и в жизни Тоже Я думаю Нередко это происходит Но я просто житель Городов И Такие ситуации Конечно Бывали Но это когда вдруг Внезапно Нагрянули родственники Откуда-то С баулами С чемоданами Им нужно Перекантоваться Недельку-другую И они полностью Переворачивают Ваш быт Выедают Холодильник Разоряют бюджет Выносят мозги И всякое такое В полной мере Я с таким По счастью Не сталкивалась Но Слышала довольно Рассказов О том Что такое бывает В особо продвинутых Случаях Может приехать Родственник И надолго И пожить Там Пару месяцев Допустим Им нужно поступать В какой-нибудь Институт Университет Просто Перекантоваться Какие-то Друзья Могут Время От времени Сваливаться Ну допустим Развелся С женой Нам бы где-то Пожить Или у подруги Какие-то проблемы Здесь очень Индивидуально Опять-таки Все зависит От того Соотношения Сколько проблем Хлопот Доставляет Такой гость И сколько Радости От общения С ним Если Ему нужна Ваша помощь То Насколько Вам приносит Радость Осознание Того Что вы Эту помощь Ему оказываете В конце концов Людь Действительно Зачем нам Быть черствами И замыкаться Каждый В своей Скотлупе Отстаивая Личное пространство Потому что Сегодня Этому человеку Может Нужна помощь От вас Кто знает Как повернется Жизнь Может быть И вы В какой-то момент Как Котята Погорельцы Будете проситься К тете кошке И к дяде Васе Дворнику Чтобы они вас Спустили Переночевать Потому что На улице мороз Кто знает Дай бог Что все было хорошо Но бывает Всякое И поэтому Конечно Тут нельзя Вот Взять так И утверждать Однозначно Но просто Действительно В современной жизни Часто такие ситуации Когда Люди Стремятся Свалиться Кому-то На хребет Пользуясь Вот этой вот Традицией Выручать Друг друга Привечать Давать Временный Приют Хотя Они вполне По своим Доходам И возможностям Могут Остановиться Допустим В гостинице Но Родственные Или иные Какие-то Связи Вроде бы Диктуют Что Зачем Переплачивать Если можно Свалиться На голову Знакомым Людям Здесь Вы 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 Не Вы Гоняете Человека На мороз И Не Отказываете Ему В чем-то На что Он Действительно Имеет Право Или Действительно Нуждаются В вашей Помощи А просто У него Вдруг Возник Такой Каприз Или Он Не Хочет Потратить Деньги На то Чтобы Остановиться В другом Месте Просто Хочет Воспользоваться Вашим Гостеприимством То Почему Вы Не Сказать Нет Возможно Этот Человек Обидится Но Что Поделать Жизнь Не Идеальна Я Тоже Знаю И На Своем Примере Как С одной Так И С другой Стороны Что Все Таки Приезд Гостя Его Вторжение Несет Как И Положительные Так И Отрицательные Стороны Потому Что Даже Самый Приятный Человек Насколько Вам Интересно С ним Общаться Насколько Вам Здоров Ему Помочь И Может Быть Вы Приложили Немало Усилий Для Того Чтобы Его Затащить К себе Такое Тоже Бывает Но Все Равно Посторонний Человек В семье Это Нарушение Распорядка Дополнительная Помеха То То Тоже Не Походишь Голым Не Походишь В Трусах Хотя Так И Бывает Но Обычно Все Таки Нет Это Дополнительное Расходы Потому Что Ну Все Таки Хочется Не ударить В грязь Лицом И Готовить Вкусно И Чем То Побаловать И Выглядеть Радушным Хозяином Хозяйкой Как То Постараться Вот Но Знаете Что Обидно Обидно Люди Которым Это Все Не Нужно Объяснять Которых Ты Больше Всего Рад Видеть Они Реже Всего И Сваливаются В гости Они Очень Редко Обременяют Время Никогда Потому Что Они Умны Они Не Эгоистичны Они Привыкли Самостоятельно Решать Свои Проблемы Редко Просят О помощи И Очень Часто Готов Предоставить И Очень Рад Быть Их У себя В гостях Не В порядке Помощи А Просто Общения Но Это Очень Сложно К сожалению Очень Часто Вот Именно Сваливаются На голову Люди Проблемные Люди Бест Тактные Которые Не Понимают Эти границ Личного Пространства В связи Совершенно Разными Причинами Не потому Что они Плохие Но Просто Это Конфликт Поколений Может быть Или Традиций Или Чего-то Там Еще А Мне Самой Может быть Тоже Приходилось Когда-то Привыкать К тому Что я Не царственная Особа И не Каждый Дворянин Просто Мечтает Принять У себя Мое Величество И что Если я Куда-то Поеду То В принципе Вопрос Моего Ночлега Расположения Это Моя Проблема И Если Есть Заранее Договоренность С друзьями Знакомыми Близкими То В общем Хорошо Но О своем Визите Нужно Предупреждать Заранее Не думать Что Ты Осчастливливаешь Людей Своим Приездом Хотя Это Может быть И так Но Все-таки Не нужно О себе Думать Слишком Много По крайней Мере Не выпускать Из головы Что Вообще То Никто Не Обязан Даже Самые Близкие Родственники Я Может Скажу Какую-то Крамульную Мысль Но Может Быть Даже И Родители У них Тоже Есть Своя Жизнь И Даже Приезд Любимых Детей Уже У кого-то И внуков Все равно Это тоже Вторжение В их Обычный Распорядок И Если Вдруг Возникает Такое Что Их Напрягает Действительно Если Приезжают Слишком Надолго Слишком Внезапно Или Не надо На это Обижаться Потому Что В конце Концов Каждый Имеет Право Дома У себя Быть Самим Собой И Отдыхать Как Ему Нравится И Даже Самые Близкие Люди Могут При этом Быть Посторонними Если Они Не Вовремя Или Их Слишком Много То есть Если Они Приезжают Слишком Надолго Опять Таки Повторю Что Очень Многое Изменяется С тех Пор Как Закончилось Детство Если Раньше Остаться В гостях У кого-то Это Наслаждение И Радость Когда У тебя В гостях Остаются Друзья Это Тоже Удивительное Приключение Замечательные События Которые Потом Будут Долго Вспоминаться Когда Кто-то Делится С тобой Своими Секретами Когда Вы Ночь Напролёт О чем-то Можете Помечтать Это Все Очень Часто Здорово В детстве В юношестве Может быть В раннем Студенческом Периоде Во взрослой В жизни Это Может Оказаться Далеко Не так Или Не всегда Так Потому Что Приезд Гостей Можно Назвать Как Вот Свалились На голову Всех Напрягли Когда Ты Вынужден У кого-то Остаться Тоже Не всегда Это Радует Потому Что Многие Люди Ну Как Я Например Я Все-таки Предпочитаю Иногда На собаках На На чем Угодно Добраться До дома Потому Что Хочу Быть в своей Постели Хочу Рано Утром Проснуться У себя А не Добираться Еще Хочу Намазаться Своим Кремом Хочу Переодеться В свою Ночную Рубашку И так Далее И так Далее Я Конечно Бесконечно Благодарна И я Очень рада Когда У меня Бывает Возможность Побывать В гостях Но Хочу Просто Подчеркнуть Что Это не то же Самое Что это Было В детстве Вот По этим Ощущениям Вы Возможно Сейчас Поймаете Себя На том же Самом Так Вот Так Также И Принимающая Сторона Вполне Возможно Также Утратила Детские Ощущения То же Самое По поводу Фантазии Откровений Рассказов И так Далее То Что В детстве Называлось Откровенностью И доверием В более Взрослой Жизни Может Восприниматься Ощущаться Как Присесть На уши Загрузить Достать Мыть И так Далее Еще раз Повторяю Что все Очень индивидуально Но Если Вы Достаточно Тонко Чувствующий Человек И видите Эмоции Своего Собеседника То Вы Наверное Можете Догадываться Вы Утомили Его Своим Рассказом Или Или Наоборот Он Вас Интересом Слушает Если Вы Не Можете Различить Это Исходя Из Того Как Он Выглядит Что Он Говорит Глупает Леон Ногтем Стенку Или С Горячим Зором На вас Смотрит Всегда Можно Задать Прямой Вопрос Я Не Утомил Тебя Или Ничего Что Я Тебе Все Это Рассказываю И так Далее Вот Сейчас В оставшееся Небольшое Время Потому Что Я Уже Начинаю Отмораживаться У нас Все Таки Еще Пока Что Февраль Хотя Некоторые Весенние Проявления Уже Очень Хорошо Чувствуются Но Все Таки У нас Снег Сугробы И Мороз Так Вот Я Наверное Быстренько Набросаю Что На мой Взгляд Вот Точно Не Стоит Делать Когда Отправляешься В гости Ну Кроме Того Что Сваливаться Неожиданно И Считать Себя Царской Особой Которую Все Только Жажда Что Принять Неспособность Спокойно Воспринимать Отказ По Любой Причине Потому Что Ну У Человек Свой Дом Своя Крепость Своя Жизнь И Люди Взрослеют У них Возникают Свои Причины Проблемы Семья Отношения Дети Там Ну В общем Не всегда Туда Вписываются Гости Еще То есть Не стоит Вот так Снохрапа Стремиться Пересекать Личное Пространство Других Людей Если Они Не особо К этому Расположены Сами Не приглашают Или С энтузиазмом Не воспринимают Ваше Предложение Их Навестить Я думаю Что Если Меня Слушают Мамы У которых Уже Есть Взрослые Дети То Им Это Не очень Приятно Слышать Но Что Поделать Бывает И такое Что Может быть Родители Возрослевших Детей Которые Живут Отдельно Они Считают Что Дом Детей Это То же Самое Что Их Дом И Они Могут Туда Приходить В любое Время Проводить Там Инспекции Наводить Свои Порядки Высказывать Свои Соображения По поводу Того Что И как На каком Месте Лежит Как Кто Живет Что Жует Правильно Или Книжки Читает Так Вот В общем Не Всегда Это Так То Это Вообще Никогда Не Так Очень Здорово Если У вас Отношения Доверительные Не Проблемные Без Всяких Вот Этих Вот И Просто Вы Не Понимаете О чем Я Вам Говорю Но Если Вдруг Я Попала В Какую То Болевую Точку То Я Просто Прошу Меня Понять Что Даже Очень Близкая Степень Родства Или Дружбы Или Былой Дружбы Или Чего-то Там Еще В Принципе Не Дает Права Забыть Что У Каждого Человека У Каждой Семьи Есть Своё Личное Пространство Это Его Дом И Проникать Туда Просто Так Как Попала Без Радости Хозяев Не Стоит То же Границ Свои Привычки Не Надо Вот Так Входя С Порога Начинать Распекать Что Что У вас Тут Не Так Шкаф На Том Месте Мебель Не Того Цвета Это Это У вас Некрасивое Это Неправильное Вот Этого Делать Не Нужно Вот Также Находясь В гостях Даже Если Вы Самый Невероятно Почетный Гость Даже Даже Вот Сейчас Такую Крамолу Просто Говорю Даже Если Вы Мама Или Папа Все Равно Не Надо Получать Никого Не Надо Нести Какую То Мысль О Что Вас Должны Слушаться Подчиняться Повиноваться Уж тем более Наводить Какие-то Свои Порядки Потому что Это Может быть И скорее Сего Будет Поспринято Как Агрессия Как Несанкционированное Проникновение На чужую Территорию Вот Дальше Уже В зависимости От силы Характера От решительности Этих Людей Даже Визиты Могут И Прекратиться Вот Или Они Будут Все Менее Менее Приятными Все Более Более Формальными Вы знаете Я Недавно Ознакомилась В замечательном Видео Я добавила Его в избранное Я там нажимала Всякие кнопки Типа Поделиться И так далее Но может быть Этого недостаточно Я хочу вам О нем Рассказать Его автор Марина Линдхолм Это Женщина Психолог Она Как я понимаю Живет В Швеции И Она Занимается Психологической Практикой У нее Есть свой Канал И Там Довольно Много Видео Прикольных Вот Я посмотрела Некоторую часть Из них Могу сказать Что я Очарована Не так Чтобы я Подписываюсь Под каждым Словом Естественно Потому что Ну Ни о каком Человеке Наверное Так сказать Нельзя Что Ты полностью Разделяешь И Соглашаешься Со всем Что он говорит У нее Есть видео Очень интересные Есть такие Где я Так скажем Ну Удивлялась Где-то Не соглашалась В общем По разному Но вот это Видео Мне очень Понравилось Потому что Она Кратко И Емко Оформила Словами То что Я вот Тут Полтора часа Наверное Рассказываю Уже По поводу Личных границ Личного Пространства О том Что Так традиционно Сложилось В силу Разных Причин Так происходит Что В нашем Менталитете Вот это Пересечение Границ Это просто Нефиг делать Это очень много Страданий Всем приносит И лучше От этой практики Как-то Ну Потихонечку Отходить Потому что Может быть Покажется На какой-то Момент Что Это Потеря Особой Душевности Особой Связи Особого Чего-то Там Такого Переход К холодному И неправильному На самом деле Нет Мне кажется Что Уважение К личной жизни Другого Человека Даже Если он Очень близок Вам Родством Или дружбой Или дружбой Только Улучшит И укрепит Любые Отношения Потому что Взаемное Уважение Никогда Ни к чему Плохому Не приводило Только К самому Хорошему А отсутствие Уважения Ни к чему Хорошему Только К всему Плохому Вот У нее Тоже Много Еще Интересных Видео Какие-то Мне понравились Какие-то Я В общем Не Просто Разделяю У меня Там Есть Спорные Моменты Или Не очень Поняла О чем Но Очень Часто У нее Встречаются Настолько Замечательные Мысли Что Думаю Да 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 Вот Да Я тоже Об этом Думала И тоже Именно Такими Словами И Как здорово Что она Выкладывает Эти ролики Потому что Действительно Многим Людям Это может Помочь Я даже Еще хочу Сказать Что у нее На многие Вещи Взгляд Но Если хотите Прогрессивный То есть Такой Современный И Что-то я При всей Своей Увлеченности Психологии Которая У меня Начала Еще В школе Я Тогда Уже Читала Какие-то Книги Учебники Разных Авторов Вот Я могу Сказать Что Какие-то Вещи Которые Слышала У нее Они Раньше Мне не Встречались То есть Вот Именно В такой Формулировке Именно В таком Подходе То есть Это Свежак Вот Это Что-то Такое Что Не Замылено Не Забаналено При этом Еще раз Подчеркиваю Что Какие-то Темы Ей На мой Взгляд Удаются Лучше Какие-то Мене У нее Интересно Или Здорово Отображены Но Вполне Возможно Что Наша Оценка Разойдется Диметрально Потому Что Мы Разные Люди Слава Богу Вот Но Я Думаю Что Многие Могут Найти На ее Канале Много Интересного Вот За Сем Будет все Я думаю Что Мы Продолжим Обсуждать Тему В комментариях Других Видео Я Всем Вам Желаю Счастья Всего Самого Хорошего Добра Мира И позитива Увидимся Услышимся Пока